Надейся даже тогда, когда нет надежды. История, которую я хочу рассказать, или осмысление истории с патриархом Авраамом, записано в послании к римлянам, в 4 главе. Итак, Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Через это сделался он отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Все. Авраам был 100 лет, когда у него родился сын Исаак. И это было чудо для всего его клана, большой, огромной семьи, количеством около тысячи человек. Это было чудом для всех окружающих народов, потому что жене Авраама Сари было 90 лет, и обыкновенная женская у нее прекратилась, но она смогла родить, и это было чудо Божие. И здесь написано о том, что Авраам сверх надежды. Он помнил, что Бог ему пообещал, но он сверх надежды поверил с надеждой, что Бог может или силен исполнить обещанное. Этот принцип очень важный в нашей жизни. Когда нам кажется, что все плохо, что нет определенно никаких надежд на исполнение каких-то наших целей или того, что мы предпринимаем, замыслили, надейтесь. Если это доброе дело, если это воля Божия, Бог сделает. Я хотел бы рассказать достаточно трагическую историю катастрофы, которая произошла в 2012 году на круизном лайнере Коста-Конкордия. Это произошло в ночь, в начале января, и по ошибке капитана Коста-Конкордия задела риф рядом лежащего острова и начала тонуть. Ветер отогнал этот корабль далеко на глубину, и если, когда уже был очень большой крен, если бы корабль перевернулся, то около 4000 человек погибли бы навсегда. Но были на этом корабле люди, которые молились, которые понимали, что спасательные шлюпки, которые были их спасать, они не работают из-за крена корабля. Они понимали, что еще немного, и корабль перевернется и быстро пойдет ко дну, и они стали молиться. Господи, спаси нас, хотя мы не видим никакой надежды. И произошло так, что подул очень сильный ветер, и Коста-Конкордия этот лайнер стала отгонять к берегу, и фактически он приблизился к берегу острова и лег на мель. И перевернувшись, часть корабля была над водой, а часть корабля была под водой. И это спасло очень много людей. Люди, кто-то из этих тысяч человек переместился на верхнюю палубу корабля и стали ждать помощи. Кто-то прыгнул с корабля и стали вплавь доплывать до острова. Это было совсем недалеко. Таким образом, погибло всего 17 человек. Но были люди, которые поверили и которые стали на колени, стали молиться. И произошло чудо. Сверхъестественным образом подул такой ветер, который сделал дрейф корабля к острову, и люди остались в живых. Пусть эта надежда или вот этот принцип верить, когда нет надежды, или поверить сверхнадежды, будет частью жизни каждого из нас. Надейтесь, потому что если Бог обещал, Он исполнит.